В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключить из жизни дружбу, все равно, что лишить мир солнечного света. Марк Тулей Цицерон. Блин, Цезарь, я не понял, что за фигня? Мы уже стоим тут 30 минут, еще ни одна маршрутка не остановилась. Я уже 20 минут об этом думаю. Ого, ты нервничаешь. Ого, я нервничаю. Ничего надумал? Да ничего, лажа какая-то. Нифига, лажу я за 50 метров чувствую. Молодые люди, простите за бестактность, вы читать умеете? Че? Ты че, сначала рэп прочитать или сразу твой некролог? За 50 метров говоришь? Детектор лажи, блин. Спасибо, мужик. Ну, мы тут как бы просто так сидим. Мы без тебя знали? Да, не надо нам вот этого. Прикольно на свободе костыль. Ах, не воняет. Блин, на прикольной тачке прикольное тело летит, смотри. Круто, блин. Но он еще прикольнее, Ваня. Слышь, овца, ты вообще видишь, куда ты едешь? Сама коза, видишь, куда прешь? Овца, блин. Коза. Ага. Вы все видели? Да. Ну, хотелось бы больше. Ничего, сейчас представится такая возможность. Пройдемте в отделение. Блин, Николай Степанович, ну мы только оттуда. Будете свидетелями. Пошли. Ага. Со стороны жениха, блин. Присели на корточки, набросали строчки. Мы не поэты, простые типочки. Для кого-то хулиганы, для кого-то шпана. И если что не нравится, слышите, сюда надо. Это наш район. И мы здесь больно. Это наш район. Эй, уходи с дороги. Это наш район. Ты против, как бы, потише. Это наш район. Куда идешь, слышишь? Это наш район. Есть че. А если найдем... Ну, что, идем? Да подожди ты. Пусть мужик свалит. Ты реально подумаешь, что мы читать не умеем. Ну, все, короче. О, привет. Как дела? Да-то понятно. У кого-то сейчас по-другому. Не то, что у твоего приятеля дебила. Да шучу я, шучу. Слушай, может, ко мне поедем, а? Выпьем, потанцуем туда-сюда. У меня шампанское есть. Блондинка клевая. Не, брюнетки круче. Мне так-то брюнетки больше нравятся. Блондинки лучше. Слышишь, овца? Я сейчас парню своему позвоню. Он все порешает. Пешком ходить будешь? Да ты, коза, сама пешкодралом ходить будешь. Я своему уже звоню. Овца. Коза. Ну что, баснописцы, сочинение готовы? Да, пожалуйста. Значит, вы заявляете, что в ДТП виновата коза-брюнетка. Она ехала на красный свет. Отвечаю. А вы утверждаете, что причиной ДТП явилась овца-блондинка, потому что ехала на красный свет. Точняк. Зуб даю. Ну, а что не так-то? Дело в том, что там нет светофора. И что? Что это меняет? Ну, ты же знаешь, как я тебя люблю. Это он сейчас ко мне из нас? Твои рыжие волосы, голубые глаза. Ну, ладно. Тогда до вечера. Пока, целую. Давай, пока. Пацаны, который час? 17-23, пацан. Вот, блин, на тренировку опоздал. Да ничего, бывает. Что, может, а по пивку? Туда-сюда? Да ну мы это... Не, короче, мы не по этим делам. Не-не-не, совсем, совсем не по этим. Ты иди давай, может, успеешь на тренировку? Да-да-да, там тебя твои ждут на тренировку. Вот, граждане свидетели, вот как так может быть? Были вместе, видели одно и то же, а показания расходятся совершенно в противоположные стороны. Понимаете? В противоположные. Ничего не так. Я что видел, то и написал. И я что видел, то и написал. Ну, а что было-то, видели? Да. Ну, в смысле нет. Ну как? Ну, короче, это удар услышали, а потом крики. Овца. Коза. Ну, только интонации другие чуть-чуть были. В общем, все понятно. Тебе нравятся блондинки, а тебе понравилась брыметка. Да. Ага, решили в благородство поиграть. А знаете, как ваше благородство называется на юридическом языке? Дача заведомо ложных показаний, статья номер... Слышь, козел, иди сюда. Да, осел, иди сюда. Ну что, схожу? Блин, показания. Статья? Короче, действуем по старой схеме костыль. Точняк. Ну, давай. Ну что, домой? Ага. Чтоб я еще раз вообще в страну транспорта проехался. Хрен, блин. Типа ты сегодня катался. Слышь, Цезарь. У меня глаза реально красивые. Блин, Тайсон. Ты дебил. Че, дебил сразу? Может, парень правду говорил? Дебил, дебил, дебил. Только что приходили пастухи ваши, козы и овцы. Оказывается, у них пастбище общее. Так что инцидент исчерпан, но осталась одна проблемка. Какая проблемка? Показания свидетелей. Каких свидетелей? Какие показания? Вы сволочи. Ну-ка, пошли вон отсюда. Встали вон! Ну ладно. Ладно, блин. Прочь! Идите прочь! Прочь! И не звоните ко мне больше! Три часа ночи! Я знаю, что это вы! Костырь, нахрен ты ему наяриваешь каждую ночь? Да блин, слышал бы ты, как он вяжет. Сам бы он звонил. Офига себе, какой длинный день. Блин, так устал. Домой по-любому на тралике поедем. Точняк, блин. Тралик это хорошо. Тралик это халява. Главное, быстро. Точняк, блин. Хэй, кто-то нервничал тут. О, ну смотри, громотей какой-то написал. Остановка общественного транспорта. А главное, подчеркнул и извинился. Приносим извинения, понимаешь? Поизвините, теперь тут будет остановка. Да, дебилы. Странно как-то. Актеры гибнут от недохваленности. Настоящие люди от недолюбленности. Фридрих Ницше. А че это дрон? Телефон, ты че не знал? Ну понятно. Клячу написано. Че? Привет, Костылик. Жду тебя сегодня вечером в 19.30 в кафе Ландыш. Нифига себе в военкомате заморачиваться начали. Че военкомат? Че ты гонишь? У меня и билет белый есть. Че я зря месяц на дурке лежал, по третьего брата Кличко косил. Нет, ну у тебя получилось, Костыль. Ну нет, ты возьми просто позвони на этот номер. Вот ты прикольный. Как я позвоню? Ты знаешь, когда я последний раз деньги на счет клал? Ну, когда? Никогда. Ну тогда есть только один способ. Надо идти в кафе и вычислить эту особь, которая на тебя запала. Особь? Походу, девушка красивая. Вообще не факт. Особь, она и мужского рода может быть. А вот это страшно. А вот мы сейчас это и проверим. Фаналик, Костылик. Опасный как-то дрон, может, не надо? Не, как кафе называется? Ландыш. Что ты боишься? Звание какое-то гейское. Идите в жопу, я не верю в Бога. А что, Цезарь, это я? А, Тайсон, братан, ты сейчас откроешь. Блин, братуха, что с тобой? В смысле? Что у тебя мочалка между ног? Ты что, не знаешь, кто проживает на дне океана? Спанчбоб. Квадратные штаны, красава. Что надо? А это, братуха, помощь твоя нужна. У меня сеструха заболела. Просил ее денек на рынке подменить. Постоишь со мной? Ладно, мне все равно нечего делать. А чем она торгует? Женским нижним бельем. Фу, Тайсон, бельем? Да ладно, не очкуй, ты, нормально все будет. Может, у тебя какие-то нормальные труханы подыщем. Давай, короче, собирайся и погнали. Давай, вали быстрее. Добрый день. Вечер в хату, штрих. Что заказывать будете? Давай нам это, бизнес-ланч, приторабань, халдей. Одну минуту. Костыль, ты сам покумекай. Кто тебе мог эту смс-ку прислать? Да после того, как ты написал мой номер на стене в подъезде и подписал про дампочку недорого. Да кто угодно мог. Это да. Фу, блин. Слышишь, а может это? Попроси у кого-то мобилу позвонить. Да блин, Дрон, ты же знаешь меня. Если я возьму у кого-то мобилу, я потом крайне тяжело с ней расстаюсь. Это да. Ну, тогда, как сказал мой батя, когда меня в горах потерял. Будем ждать. Круто, блин. Классно батю иметь. Ваш бизнес-ланч. О, благодарочка. Прикольненько. Приятного аппетита. Давай, давай. Ты вас открой. Короче, Цезарь, запоминай, женские труханы бывают таких видов. Стринги, танго, бикини, слипы, бразильяна, панталоны и боксеры. Да на хрена оно мне надо, а? У меня дома вообще два вида трусов. Мои ебатины и все. Короче, сам тут торгуй. На хрена оно мне надо. Молодой человек, вы не поможете мне подобрать бейсгальтер? Да, конечно. Какой у вас размер? Ну, где-то между троечкой и четверочкой. Вы не попробуйте, может, я ошибаюсь? Я думаю, этот подойдет. Да-да-да, этот вам подойдет. Но у нас есть еще широкий спектр выбора трусов. Да, например, бикини, панталоны, бразильяна, слипы, боксеры. Все что угодно. Все для вас, все для вас. Мне кажется, мне кажется, что-то вот эти, вот эти вам подойдут. Хотя нет, надо попробовать. Так-так-так-так, да, мне кажется, мы нашли оптимальный размер. Вот. Она не заплатила! Стой, сука! Короче, Костыль, походу я прохавал, кто тебе эту смс-ку прислал. Администрация кафешки этой. Ну, они тебе смс-ку прислали, знали, что ты по-любому придешь. Раз придешь, по-любому, блин, бабосы будешь тратить. Короче, развели тебя, как лоха. Да нет, Дрон, мы постоянно тут под карандаш хаваем. У нас уже долговой список тут больше, чем их меню. Ладно, тогда применим дедуктивный метод. Вот, вспоминай, что ты делал вчера целый день, с кем встречался. Так я-то, короче, проснулся, потом грызло почистил, а потом похавал, а потом опять уснул. Потом опять проснулся, короче, посидел под первым подъездом, посидел под вторым, немножко по третьим посидел. Стопэ! Сколько подъезда в доме? Семь. После седьмого что было? А, потом мы с пациками пошли на труники, потом в ДБР немножко поиграли, короче. Потом сотрю, короче, Наташка торбы тянет. Но я подхватил, в общем, и кабанчиком на шестой этаж, ей помог затащить. Стопэ, блин. Походу, это Натаха. Привет, Костыль. Привет, Натаха. Садись, посербай с нами. Ты тёлку догнал? Не тёлку, Тайси, на женщину. И нет, не догнал. Ну, сука, растворилась, как бабкина пенсия. Вмиг вообще. Чё теперь делать? Спасать твой сисечно-трусичный бизнес, да. Короче, я остаюсь торговать, потому что тёлочкам наваливаю я в мире лучше всех, короче. А ты идёшь купить похавать. Нормально. Я кураги куплю. Давай. И беляши с салфетками возьми. Хотя нет, салфетки не бери. Костыль. Алло, Костыляра. Ты чё застыл, как, блин, истукан? Поухаживай за дамой, предложи чё-нибудь. Хорош меня учить, Дром Денгей. Так всё умею. Слышь, Натаха, хочешь, может, чё? Я не сильно голодна. Возьми два пива. А, нормально, сейчас будет. А мне вот интересно, как такую красивую особь, как вы, заинтересовал такой голимый дрищ, как Костыль. Да, он мне вчера пакеты помог донести до квартиры. Сказал, что такая, как я, должна питаться только в кафе. Но я так поняла, что это намёк. Ну, вот и написала ему. Так, а я это... Я могу пакеты и в квартиру занести. Но я же не виновата, что ты их не занес. Не, ну мы это исправим. Держи, хавай. Ну, я пойду носик припудрю. О, Натаха, так ты сюда не ходи, тут параша не работает. Ты это, в кусты пойди посыкай. Здравствуйте. Здорово. Помогите, пожалуйста, выбрать ливчик, молодой человек. Да, да хули я, сама выбирай. Дорого. Да не, телефон шестьдесят пять, рульбанелла тридцать пять. Сколько с трусами? Возьму вместе. Да, сто. Хорошо. Сумочку можно оставить тут? Да-да, пожалуйста, никто не тронет. Молодой человек, а помогите мне, пожалуйста, расстегнуть. Да, сама себя расстегивай, ты че. О, ну тогда не буду покупать. Щас, я иду. Ой, что вы такой неуклюжий? Да, ну у меня просто такой первый раз. Ну это просто все так происходит. Ну это стремительно. Может быть, это вина? О, получилось. Ну как тебе, Натаха? Ну, стремная она. Ну да, Костыль, короче, пока тебя не было, она тут такого про тебя наградила. Сказала по матросит и бросит, как куклу на свалку. А че теперь делать, блин? Че делать, отсекать ее надо, братан. А как? Как, блин? Ну я для этого и друг. Я ж что-то придумаю, спасу тебя. Неси, нормально будет все. Скучали. Ага, как малый за титькой. Ну че, Костыль, харе тут КВН устраивать. Два, иди, расплатись за поляну. Ща я приду. Ну че, мадемуазель, как насчет пойти прогуляться по живописным видам нашего парка? А вещи домой занесешь? Я могу даже пару вещей вынести. Пойдем. Пойдем. Пусти. Пойдем. Вот дров, блин. Настоящий Кент спас меня в лир. Красава. Ну че, братанчик, как торговля? Плохо, Тайсон, торговля. Че? Да ничего, Тайсон. Торговля, это не мое. Эй, братан, я беляшей взял теплых. Да мне твои, сука, беляши сниться будут. Ну, короче, чтобы замутить свой бизнес, надо сначала иметь бизнес-план. Точняк. Вообще, любой бизнес, связанный с бабами, обречен на провал. Да. Потому что все они шалавы. А если связываться, дрон, с бабами, то только ненадолго, максимум на часик. Ну да, на два часика уже дорого будет. Да, пацаны, умом баб не понять. Хоть бы раз побывать в их шкуре. В их шкуре? Да ну на, не дай бог. О, пальчики, а где светлое, а? Это светлое или нет? О, вот светлое. Пацан, блин. Тот, кто рассказывает тебе о чужих недостатках, рассказывает другим о твоих. Артур Шопенгауэр. Слышь, Костыль, а ты что руку разминаешь? Вечером пригодится, да? СМЕХ Ай, блин, дрон! Я чутки посеял. Вот это ты завтыкал. Блин, капец. Дрон, я должен их найти, блин. Они мне дороги, как память об эмалированном. Да не, Костыль, так ты их никогда не найдешь. Сейчас. Тупа, блин, вообще. Братуха, мне страшно очень. Че тебе страшно? Тут одни умные, образованные женщины. Вот и все. Ты эту бабку на входе видел? Она мне говорит, не дай бог, услышу, что ты шумишь. Ой, да ладно тебе! Да тихо, не ори ты. Да че не ори ты? Че, бабку испугался? Ты видел, какая она страшная? Она Сталина пережила. И нас с тобой переживет по-любому. Да не сытый. Вон, на, книгу почитай. Гашек. Это че, типа, книга про дудку? Да какую дудку? Это фамилия такая, Гашек. Ярослав Гашек. Похождение бравого солдата Швейка. Гашек. Прикольная фамилия у него. Борис Эдуардович Гашек. Звучит же. Ни хрена не звучит. Ну, че ты? Борис Эдуардович Гашек. Понял? Не Гашек, не идет тебе. Ты Блинов. Отвали от меня. Да Гашек? Отвали. А нормальная фамилия? Борис Эдуардович Гашек. Я тебя предупреждала. Предупреждала. Все. Давай, Костыль, запускай элеватор. Наседай на весло. Ща мы твои четки в раз найдем. А? О, прикольно, блин. Здрасте. А посоветуйте моему другу что-нибудь почитать перед сном. Да пусть букварь сначала читает. Слышь? Че ты, Анна? Я букварь еще в пятом классе читал. Ну, ты долбомен. Кто долбомен? Ты. Че ты ржешь, блин? Букварь в первом надо было прочитать. Или в садике, я не знаю. Я тебе сейчас нос сломаю. Еще раз услышу, что ты шумишь, выведешь вону. Извините, пожалуйста. Правильно, правильно. Это быдло совсем оборзело. Не мешает. Че правильно. Че он так со мной. Че ей плохого сделал. Блин, я замахался уже лопатой махать. Давай, давай, маслай. А то с твоими четками Нептун будет ходить. Будешь объяснять потом эмалированному. Бля, трос рыжий. Куда? Блин, тяжелый. Грамм сто будет. Ксиш, а что ты на себя ее пялишь? Потому что ты под ней сломаешься. Ты ж лоб стал. Даже государство 25% предлагает. Да ладно, я ж не государство. О, смотри. Смотри, красный, смотри. Все для тебя. Моря и океан. Че, че? Реально тебе захотелось с лопатой уработать. Что, из-за цепуры, что ли? Мне просто не по этого. А то ты мерзкий какой-то. Ну, че, как успехи? Нормально, блин. Слышь, дрон, а то, что ты себе цепуру, блин, замутил, это вообще не по-пацански. Да ладно, ладно, я тебе моржа куплю в шоколадной глазури. Две пачки, блин. Хорошо. И цепуру отдай. Костыль, ты достал меня уже? Давай договоримся. Вот сейчас все, что ты выкопаешь, все твое. Я вообще не буду претендовать. Блин, ну договорились, короче. Ну, давай. Все твое, братан. Вообще ни на че не претендую. Даже проценты не надо. Зато это к деньгам, ты понял, блин? Сейчас найду цепуру на 300 грамм вообще, блин. Да-да. Сред сначала одень. Вонючка нафиг. Возвращение в Братсхет. Братуха, походу, книга. Во. Нормально. Че ты так решил? Ты дебил. Тут же написано для тупых. Ивлин, во. Нормально. Ты че сюда за знаниями пришел, да? Гаргантюа и Пантагрюэль. Да ж надо было такие погонялов придумать. Прикинь, Борис Эдуардович Гаргантюа и Вадим Григорьевич Пантагрюэль. Че нормально. Да-да, нормально-нормально. О-о-о. Му-му. Да прикинь, по-любому такие конфеты есть, Му-му. Цезарь. Братуха. Цезарь, Му-му. Прикинь, Му-му называется. Васил, ты меня достал. Извините, бабушка. Слышишь, костыль? Тебе че, так дороги эти четки? Мне жизнь моя дорога, дрон. Если эмалированный выйдет, а у меня их не будет, он из меня их сделает. Слушай, у тебя нормально копать получается. Дай объявление в газету. Землерой костыль. Котлованы, ямы, могилы. Бабки рекой потекут. Вообще не смешно, дрон. Че там? Не знаю, блин. Че? Я, блин, жмур. Прикольно. Теперь тебе полагается 25% жмура. У меня там печатка золотая. Ё-й-й, ты че, костыль? Да не по-христиански. А точняк, блин. Ай, блин! Ничего себе! День милиции отпраздновал. О, сепочка моя. Спасибо, мужики. Это че было такое? Да ладно, ну, покажи. Да покажи, братан. Да покажи, че ты. Ой, фу, блин. Фу. Ну, тебе бабка хрящий накрутила. Блин. Да ладно, братан. Для тебя есть утешительный приз. Там две такие чики подвалили. Идем. Пойдешь? Ты че? Читаешь, а с лучшим другом говорить не хочешь? Братан, че с тобой? Ответь мне. Братан, ты че? Ну и стой тут, читай свои книги. У меня руки уже отпадают. Так а че ты хотел, Костыль? Полдня только прошло, а ты уже, считай, два КамАЗа с песком разгрузил. А че так и нашли, блин. Короче, мне тормот эмалированного. Он меня прямо здесь, на пляже, и зароет. Да ладно, расслабься. Плавать умеешь? Умею. Ну, отсюда доплывешь до Черного моря. Переплывешь его в Турцию. Там устроишься аниматором в отеле. Эмалированный тебя в жизни не найдет. Схема, конечно, классная, дрон. Но сейчас вообще не смешно. Да ладно, че ты ноешь зажигалку? Дай лучше. Да ладно. Че, зажигалку потерял? Нет, дрон. Эка же сета четкий нашел. Да, Костыль. Как говорил мой батя, дуралекс этлекс, что в переводе с латыни на армянский означает «не бережешь ты себя, Костыль, вообще». В смысле? Ладно, забей. Пойдем лучше мобилу загоним. Какую? Да вот. Хотя бы вот эту. Нормально, блин. Да? Пойдем. Только подожди, я эту кровать заберу. А че пропадать? На червец дадим. Тоже бабло. Ну-ну. О, здорово, дрон. Привет. Слышь, а че, Костыль в говно, а? Че в говно? Просто устал чуть-чуть. Клад везде не искал. На норм. Судя по его виду, его поиски не увенчались успехом. Точняк, как говорил мой батя, потерпел полную фиаску. А че у Тайсона ухо шусливо? Ухо? Ну так мы это в библиотеке снимали умных и солидных женщин, так одна барышня на него так запала, что он еле убежал. Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья. Джордж Бернард Шоу. О, Тайсон, Сышь, ты пока здесь тупишь, я делом занялся. Последний раз, когда ты так говорил, мы по 15 суток получили. Нет, нет, я тебе о другом. Сейчас надо на ЖД вокзал тело за сто гривасов отвезти. Поедешь? Я меньше, чем за сто пятьдесят не поеду. Давай ключи, я поеду. Ладно. Мне за сто не впадло. Все давно по дороге на пятьдесят разведу. Тайс, не надо никого разводить. Мы же с тобой уважаемые люди, а не гопота дворовая, да? Ну давай, туда и обратно. О, о, идет. Уважаемый, ваша карета подана. Люкс. Слышишь, костыль, а фига ты прицепился к этим амбалам, блин? Их же реально восемь человек было. Блин, да они сами нарвались. Ты шо, не помнишь, как они крикнули на спину? Эй, стоять, козлы! Да я-то прекрасно помню. Только они, блин, крикнули это после того, как ты им в спину сказал. Сотри, дрон, с виду нормальные пацаны, а идут как овцы. Ой, блин, братан, тоже мне повод докопаться. Они сами шли уже тупо заряженные на конфликт. Сейчас, братан, зайдем, наша очередь уже скоро. О, Тайсон, ну че, как доехали, а? А, огонь, братан, горячее сферим не бывает. Ну тебе надо подумать над смыслом некоторых выражений. Ну пофиг, суть ты уловил. Ну да. Ты это, давай мою долю. Слышь, Тайсон, ну тут такое дело, стою я такой один тут, подлетают ко мне таксисты, говорят, ты нашего клиента увел. Я говорю, че не увел, короче? Они говорят, нет, увел. Говорят, давай бабки, я им все бабки отдал. Че ты гонишь? Ты че им навалять не мог? Тайсон, ну есть и хорошие новости. Надо бабу Лиду, короче, до рынка довезти за 50 гривасов, а? Давай так, ты езжай, а я здесь побуду. Если приел таксиста, я им наваляю. Тайсон, ты походу, когда шею качал, ты случайно и мозг прокачал, потому что это отличный план, Тайсон. Вот тебе бабка, и Юрий в день. Братан, но над некоторыми выражениями тебе надо все-таки поразмыслить. Баба Лида, давай, тули сюда. Карета подана. Следующий. Подожди, проходите, мавзель. Мы за вами. Слышь, Костыль, ты че, попутал походу? У меня реально нос сломан, а ты решил манеры проявить? Да плохой дрон не букуй. Тут вообще, короче, два врача принимают. Вот этот волосатый мужлан, от которого тебя только ше спас. И очень красивая, и такая симпотная чика. Слышишь, Ромео недоделанное. А нам пятками по башке настучали случайно и не потому, чтобы у кого-то нарисовалось, блин, романтическое свидание. А че, правда красиво получается? Охренеть красиво. Да ладно тебе дрон, блин. Ну ты ж знаешь, у меня сейчас слова нету. А как я без лавек чики подвалю? Вообще не по-пацански. А так, у меня появился железобетонный повод для встречи с женщиной и ее профессией. Как говорил мой батя, Костыль, бакаки тральши кикинепс. Красиво звучит, блин. Про любовь, наверное. Нет, это в переводе означает дебил ты, Костыль. Можно было просто занять у меня денег, купить шампанское и конфеты. А, точнее, блин, я как-то и не подумал про это. Правильно, потому что нечем думать. А, ну ты даже устал на свои места. Да. О, Тайсон, здорово, ну че, там были качались таксистами? Да не, братан, ни одного таксиста в нашем районе не нашел, зато в соседнем всем навалял. теперь мы можем вот там таксовать без проблем. О, красавелла! Ну че это? Давай бабосы делить. Тайсон, ну тут, короче, такое дело. Ехал я уже на район, и тут меня гайцы тормознули, говорят, слышь, давай, короче, или бабосы, или мы машину заберем. А машина, дрона, я не знал, что делать, я на все бабки и отдал. Что, прям все? Все! Еще даже свою полтину набросил, так что с тебя 25. Это не вопрос. Мы же с тобой нормальные пацаны. Пацаны друг друга не кидают. Вот, на, возьми. Норм, братан. Пацаны друг друга не кидают. Блин, да че он нас не зовет к себе? Костыль, а че я тебя звать-то? У тебя, блин, ни конфет, ни шампанского и рожа вон, как стейк средней прожарки. Молодые люди, вы ко мне, заходите. А, не, бать, ты че? Мы не к тебе, мы к докторице. Крите? Так она уже два месяца как в ожоговом отделении работает. Рита, какое редкое и прекрасное имя. Друг, я сейчас, ты дождись меня, у меня план созрел. Я сейчас приду. Братанчик, жди только меня. Смотри, Цезарь, я нам клиента нашел. О, уважаемый простолюдин, вам куда? Ну, я, если честно, просто, ну, под своим окном в ларек вышел. Но ваш друг мне доходчиво объяснил, что мне нужно на рынок. Поэтому на рынок. Тайсон, без базара, коммерческий ход просто идеальный. но у нас все равно бензо нет. Как нет? Ну, точно так же, когда он есть, только совсем наоборот. Ну, ладно. Беги, Форест. Беги, говорю. Тайсон, ну, ты не расстраивайся. Ну, мы завтра нарешаем бабоса, купим бензо много и замутим свой бизнес. Э, Тайсон, я не понял, ты че это, крысишь, а? Цезарь, че за предъявы? Я у этого лоха отжал, пока к машине вел. А, так нормально, прости, братуха. Ну, давай, давай я это, короче, за бензом схожу, а ты пока клиентов поищи. Латуля, давай. Ха, давай. Лады? Давай, лады. Только это, канистру возьми. А, нахрена, а, ну, да, да, бенз, точно. Я музыку послушаю. Давай, давай. Давай. Братан, держи. Ну, ты че, костыль, причухан себе решил сделать? Нет, братан, подожги меня. Ты че, блин, наркоза нанюхался, костыль? Да не, братан, ты не влыбаешься. Я хочу к ней в ожоговую попасть. Ага, а я в тюрьму не хочу попасть. Я ж не прошу тебя целиком, меня жесть, блин. Ты это, пришмалить чуток. Костыль, отвянь от меня. Ну, ты лошара, дрон. Ай, блин, ты думаешь, я сейчас возбужусь и шмальнув тебя, ошибаешься, не проканает. Ага, так же твоя сеструха говорила за пять минут до того, как я ее шпехнул. Ты не в лицо, братан, вновь! Ну что, купил бензо? Да, да, купил. Ну, так давай заливай в бак. Я его купил, но у меня его нет. В смысле? А, ну, значит, купил я бензо, полную канистру купил, иду уже к тебе, подбегает ко мне мальчонка такой маленький, говорит, дядя, дай мне бензина. Я ему и отдал весь бензин. Нафига ему бензин? Тайсон, откуда я знаю, нахрена трехлетнему пацану бензин, а? Слышь, Цезарь, ты мне походу фигню втираешь. Тайсон, я тебя не узнаю, ты же сам говорил, мы нормальные пацаны, а нормальные пацаны друг друга не кидают. Ладно, допустим. Так, а сдача где? А на сдачу я салфета купил, да, слезы свои горючие вытирал, так пацан меня этот раз трогал. А тут еще Кент предъявы бросает. Ладно, ты это, извини. Нет. Ну, я не хотел. Да ладно, братан, не обижайся. Это, братан, а я эту кепку с прошлой зимы не носил, да? Ну, знаешь, как с курткой бывает, достаешь, одеваешь, а там в кармане бабосы. Так у меня с кепкой. Э, Тайсон, ты че? Мы ж братаны, Кент, а? Нормально ж, да? Так, завтра придете к нам на перевязку, а все-таки, как это случилось? Ну, короче, там такая романтическая история, мы в окне ожогового отделения увидели такую горячую медсестричку, что моего дружбана чайник загорелся. А вы почему не загорелись? Потому что у меня вот тут горит внутри прям. О, здоров, пацаны. Че вы тут делаете? Ну, лично я уже ухожу, мне вот Виточка обещала ординаторскую показать. Ну, и вам лучше манипуляционную покажу. Займемся манипуляциями. Нормально. Офигеть, блин. А вы че тут делаете? Цезарь, давай скажи ему, в чем мы тут делаем? Мы сюда пришли, потому что я чисто случайно шесть раз упал головой на горячий радиатор. А потом опять-таки чисто случайно ударил себя автомобильным капотом по пальцам левой руки. Четыре сломаны, один уцелел. Случайность бытия. А что у тебя с лицом? А любовь обжегся. О свободе надо судить по степени свободы самых низших. Джавахарлал Неру. Че, Костыль? Поднимайся. В лес пойдем. Ты не гони, Дрон. Если ты за тот случай, когда у тебя мобила пропала, а у меня вдруг новые кроссы нарисовались, так я сейчас все тебе объясню. Порославься, Костыль. За грибами пойдем в лес. Сейчас все нормальные пацаки в этой теме. Какие пацаки? Я же сказал, Костыль, все нормальные пацаки. Ага. Ну да. Слышь, так ты шаришь вообще там? Какие грибы нормальные, какие ядовитые? Ну так ты мне для этого и нужен, братан. А, тогда понятно все. Давай. Осторожно. Пойдем. Привет, гриб. А я тебя сейчас буду собирать. Здорово, Цезарь. Здорово. Ой, ёх! Слушай, а твоя балда случайно не имела контакта с сосной? Да нет. Я это, на работу устроился. Буду бабло косить. Как я из конюшину. Че? Да ничего. Ты что, в цирк устроился? Просто в таком прикиде ты реально на клоуна похож. Да нет. Официантам в кафе ландыш буду людям хавчик разносить. О, слышишь? А давай я у тебя похаваю, а? Давай че? Только ты сразу бабло готовь. Трис меня чаевые. Да нет, давай я, короче, похаваю, не заплачу и свалю, короче. Давай. А ты меня, типа, не догонишь, да? И ты в шоколаде. И я, как бы, не при делах здесь, да? Ну, давай. Че, давай, нормальная идея. Класс, давай только я тебя провожу. Нахрена? Ну, тебя просто в таком прикиде на районе свои же отмудохают, да? Ну, есть идея. Оп, так-то лучше. Идем. Я вам че. Слышишь, дрон, а ты научи меня грибы различать, а то я вообще только один знаю. Какое-то интересно. А это тот, который у нас на детской площадке в песочнице растет. Мы еще под ним пива сливаем пить. Нет, запомни, костыль. Объясняю доступно. Грибы бывают только двух видов, как и бабы. Нормальные и стрёмные. Как их различать? Надо повстречаться пару месяцев, в кино сходить там, пожить вместе. Эй, да ты че, нормальный? Ябанал с грибами в кино ходить. Да, грибы, как и бабы. Если яркий, блин, красивый, расфуфыренный, стопудово ядовитый, блин. Глубоко сказал. Официант! Халдей! Сюда! Казар, блин, че ты орешь? Блин, ты че, ты гонишь? Ты ж меня не знаешь. А в натуре? Что вы хотите, молодой человек? Я вас вообще не знаю. Я хотел бы меню. Возьми и сам принеси, блин. Тайсон, ты че гонишь? Я ж типа клиент. А в натуре? Одну секундочку. Молодой человек. Ай, сюда куй. Ты че смотришь? Жи давай. Блин, Тайсон, ты когда волнуешься, ты реально не в адеквате. Можно мне, пожалуйста, котлету по-киевски, потом картошечку жареную, хлеб и пивас? А не слишком ли ты губу раскатал? Ладно, хлеб можете не нести. И побыстрее, Гарсун, у меня деловая встреча. Будет сделано. Незнакомый мне человек. Слышь, дрон, знаешь, как этот гриб называется? Ну и как? Подсосиновик. Ты че гонишь, костыль? Нет таких грибов. Как это нет, блин? Есть, ты сам же говорил. Если под березой растет, значит под березовик. Если под осиной, под осиновик. А эти я нашел под сосной, значит кто? Подсосиновик. Я там еще маленьких всяких нарезал. Под сосенышей. Блин, костыль, тебя если послушать, то получается, если под столбом гриб растет, то это подстолбовник. А если под окном, подоконник, а между гаражами вообще подсрачники растут. Точнее, братан, блин. Вообще, ученые говорят, костыль, если грибов нахаваться, можно галюны поймать. Да не, братан, они гонят. Вот мы с тобой похавали, ну ничего. Ну, кусло это все. Да, братан, давай уже, наверное, домой идти. Ну давай, а сейчас вон тигры уйдут. Сразу повалим. В принципе, да. Чего жизнью зря рисковать? Блин, ты посмотри на него, какой он устойчивый. Вот этот фиолетовый? Да нет, вот тот малиновый в колпаке. О, попал. Скулит. Официант! Сколько я еще буду ждать свои вареники с повидлом? Сосери, блин, пожалуйста, не гони. Ты уже на два косаря сказал, хватит уже. Да иди себе, естественно, я твой клиент. Ладно, блин. Официант! Чего, блин? Принесите соль, эти вареники не соленые. Я прибил, блин, соль на столе. Тогда горчицу. Официант! Чего? Откройте окно здесь, так душно. Ты что, страх потерял совсем, блин? Да будьте естественным, будьте естественным. Ладно. Официант! Чего? Закрой окно! Здесь сквозняк! Это и крыса! Официант! Принесите мне счет! Мне не нравится обслуживание в вашем заведении! Держите его, он не расплатился! Держите его, он не расплатился! Ааа! Ну дайся, скажи ему, что я прикалываюсь! Скажи, что прикалываюсь! Ааа! Ты что, знаешь его? Нет! Вообще не знаю! Совершенно незнакомый молодой человек! Кто ты? Блин, мы уже три часа по лесу лазим! Кажется, мы заблудились, блин! Поверь мне, опытному следопыту, ни хрена тебе не кажется? В натуре заблудились, блин! Надо по ходу лоу кричать! Нас услышат и спасут! Ага! Так только бабы делают! Как говорил мой батя, иди за мной и не пропадешь! Ага! Потом твой батя на десять лет потерялся! Блин, ну не зря же я ходил на курсы юных следопытов! Надо искать мох! Нах! Блин, там где мох, там север! А, понятно! Давай, братишка! Ну, давай, давай! Давай искать мох! О, братан! Вот же он сидит! О, отлично! Север там! О, прикольно! А что нам теперь с этой информацией делать? Ау! 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 Люди, очковы же как! Помогите нам! Ау! Так, ребятки, и что будем делать? Товарищ администратор, как вы узнали, что мы вместе? Ты сам сказал только что? Нет. А перед этим он сказал. Я так понял, денег у тебя нет? Да не, они есть, но только в других штанах! Ну, хорошо! Можешь идти! Так я пойду! Эй, а ты куда? Будешь отрабатывать! Все, что твой дружок заказал! Да не, не, не! Это я виноват! Я за него все отработаю! Цезарь, не гони! Я виноват! Я налажал! Я отработаю! Да не, братан, я отработаю! Все! Я отработаю! Я сказал я! Сказал я отработаю! Ты че? Эй, спокойно! Разборки на улице! Нормально, план, бас, сработал! Валим от сюда! Я отработаю! Да че ты в голову! Я тебя вживую! 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 Слышишь, Костыль? У тебя спеканы есть, а то холодно, блин! Капец! День, братан, закончились! О, Кукушка! А давай спросим, сколько нам жить осталось? Кукушка, Кукушка! А сколько нам жить осталось? Трындец нам, Костыль! Блин! Слышишь, дрон, раз такое дело, давай сексом займемся перед смертью, заодно и согреемся! Ну че, нормальная идея! Только где ж мы тут в лесу телочек найдем? Костыль, ты че, гонишь? Блин! Да не, братан, это я прикалываюсь! Это я в кино видел, там все так перед смертью говорят! Угу! Фильмы надо нормальные смотреть! Терминатор там, Заклятие долины змей! Блин, я б сейчас за бутылку пива, блин, Родину продал бы! Че, братан, без проблем! Держи! Блин, у тебя че, все время пиво было? Конечно, братан! Вот ты, блин, Костыль! Ты ж не спрашивал просто! Ага! Значит, распиваем спиртные напитки в общественном месте! Блин, я первый раз в жизни рад, что меня менты приняли! Блин, это как они нас постоянно вычисляют так? Пройдемте в отделение! Пойдемте! Пойдемте! Туда! С удовольствием! Настоящий, кажется! Идемте, да? В мечдоке заберите с собой! Смотри, у него хвост! О! А че это тут за голубиное гнездо? Ты че, Цезарь, типа мамка, это твой птенец? Так ты неправильно его кормишь тогда! Надо б на это, из клювика! Не, да хоре ржать, а! Просто я похавал, а кореш не успел, да! Вот я исправляю эту несправедливую несправедливость! Вот и все! Просто меня из-за Цезаря уволили, я ему наказание придумал! Понятно! А мы в лесу это грибы собирали, а нас менты повязали! Так че, вы сбежали? Конечно! Отмазались! Ну правда это, грибы пришлось отдать все! Да, очень жаль! Нифига не жаль вообще! Мы бы все равно не хавали! Там одни только эти, подсосиновики! А им как раз за милую душу скайхавают! Мужчины устают от сна! Занятие любовью, песен и танцев быстрее, чем от войны! Гамер! Высокооплачиваемая непыльная работа, два часа в день, квартальные премии, женский коллектив, трудись и наслаждайся! Блин, пойду директором туда! Строить буду всех! Ты же знаешь, как я всех могу построить! Прикольно, блин, Дрон! А это, короче, я пойду продавцом-консультантом, на! Ты же знаешь, я кому хочешь лебушнягу могу втюхать! Вот! Ты помнишь этого очкозавра, как я ему дохлого ежа за сотик втюхал? Ну, пойдем в одно место устраиваться, короче! Я буду типа директором, а ты подчиненным! Я буду тебя строить, а ты будешь втюхивать! Прикольно, Дрон, придумал, блин! А можно это после работы подчиненный директора строить будет? Можно! И помечтать! Ха-ха! Подколол меня, блин! Ты можешь, Дрон, когда хочешь? Прикольно! Но ты по мете объявляли, не забудь! Блин, Тайсон, на хрена ты меня найду? Соплятину притащил! Они вон полфильма сосутся! А потом страдают из-за того, что сосутся! Блин! Ни махача, ни кровищи! Чего кровища будет, если хмырь тот к моей сестрюхе лизаться полезет? Завалил бы его до кинотеатра! Мне бы не пришлось страдать! Так завалил бы! Матушка запретила! Говорит, пусть мальчик с девочкой в кино сходят! Типа развеятся! И что, блин, не понимаю, чем они там занимаются! СМЕХ Да! Не вас желай чпокнуть сестру Тайсона! СМЕХ 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 Извини, братуха! СМЕХ Давай наблюдай, ты нахуй! Я не могу! СМЕХ 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 Вот еще диплом в среднем образовании. Ну что, мы четкие? СМЕХ Может быть, только тут не четко указана ваша профориентация. Э, ты шо? Вы то нормальный по бабам. СМЕХ Я рада за вас. По профессии вы кто? А, ну я типа директор. А я типа втюхать могу. СМЕХ 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 Что? Я директор, он менеджер по продажам. СМЕХ Ну, на, втюхай. Мадам, ваши белоснежные зубки так и просятся в дело. СМЕХ Поддержите отечественную стоматологию. Купите семочек. СМЕХ Презентация, блин. СМЕХ Ну? Потрясающе. Но, боюсь, для работы в нашем банке этот талант не пригодится. СМЕХ В банке? СМЕХ Да. Крутяк. Слышь, Костыль, это мы нормально, короче, поступили. Что не обменяли наши костюмы с выпускного. На канистру винища. СМЕХ Нормально. Прикольно. Я готов уже хоть завтра, блин. СМЕХ 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 Вроде бы. Ты бы это, очки купил. И что, блин, лошаров в очках ходить? Ой, да ладно лошара, когда зрение минус тринадцать. СМЕХ 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 Ты мне нахрена? Ты давай, блин, не фигню эту смотри, а за сеструхой следи. Если что, свести, понял? СМЕХ 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 Кенгуру, это учебная тревога, все нормально. СМЕХ 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 Ну, хоть школу закончили, уже хорошо. Девять классовно. С оценками, блин. СМЕХ Да, я вижу. Почти медалисты. Ну, там еще рекомендательные письма, вон, почитайте. От дяди Арама? И от матушки. СМЕХ СМЕХ Иди работать, падла. СМЕХ Всю семью обожрал. СМЕХ Это я. СМЕХ И вы считаете, это рекомендательное письмо? СМЕХ 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 Знаете, ваше рекомендательное письмо меня полностью удовлетворило. Конечно. Нормально. Так давайте это, мое письмо перечитаем. Че, мамка зря писала? Одного письма достаточно с головой. А, понятно все, блин. Да ладно. Слушай, Романчик, это тоже прикольно, что ты на это кино пришел. Блин, братуха, он в натуре к моей сестре целоваться полез. Э, руки убрал. Руку держи. Я тебе говорю, блин. Ну что, сука, иди сюда. Он его сейчас убьет. Сейчас будет кровища. О, нормально. Сейчас ухо откусит. Хорошо, хорошо. Работай левой, левой. Нарошь. Не убери из них. Все, походу, устал. Извините, пожалуйста. Блин, братуха, походу, это была не моя сеструха. А кто? Хрен его знает. Какая-то малолетка некрасивая. Блин, я залы перепутал. Блин, братан, походу, твою сестру хучпокнули под кинцо. Я уберег. Ну, если учесть, что с рекомендационными письмами мы разобрелись. Качественно разобрались. Остается одно маленькое «но». Маленькое? Ну, не такое же маленькое «но-но». Хорош, короче. Че это за «но-но»? Рудовой стаж. Опа. А допустим, если у нас всего нету, тогда шо? Вы женаты? Нет. Ну, тогда стаж у вас большой. И вы приняты на работу. Вот, другое дело. Блин, я всегда хотел в банке работать. Но женский коллектив. Ну, не впадную шачить. Это че? Женский коллектив. Добро пожаловать на работу в банк спермы. Через два часа все это должно быть заполнено биоматериалом. Шагом марш за работу. Я себе рыженькую возьму, блин. Прикольно. На, здорово. А че у вас за ведон, как будто по два литра крови выкачали? Лучше б кровен, да. Ты говорил, дрон, лучше бы грузчиками в овощное пошли. А это он че? Это домашнее задание. А у меня сестру чпокнули. Да, суровая правда жизни. Как говорил мой батя, кто там все время кого-то отчпокает. Батяки, а пойдемте телочек снимем. Мы сегодня не сможем, наверное. Тот враг самый опасный, который притворяется твоим другом. Григорий Сковорода. Цезарь, ты че меня сюда в пять утра притащил? Мы че пасочки лепить будем? Да мы щас тут таких пасечек налепим, что ты мит с ним и семками на месяц вперед затаришься. Не понял. Ну че тут непонятного? Тут вчера мужик в песочнице уснул. В костюме такой. Точно бизнесмен. Слышишь, ты че думаешь, если мы поваляемся на месте успешного человека, то бабосики к нам сами липнуть будут? Лучше бы у тебя мозг в голове повалялся. Ну смотри, он бизнесмен. Он по-любому че-то в этой песочнице посеял. Ну там, векселя какие-то или цепуру, печатку, да. Так что давай копать, пока малолетние мародеры с мамашами не подвалили. А че, прям руками копать? Дебилой, инвентарь. Давай копать. Давай. Как башка трещит. Вот это мы газанули вчера. А где мы? Опен-эр. Что-то я вообще ничего не помню. Костыльна, ты че лифчик напялил? Не знаю. А ты не помнишь, че он на мне? Откуда я могу помнить? Вспоминай давай. Мерлин Монро. Слышишь, семьи его, блин. Че, надеть надел? А снять не можешь? Семьи, братан. Как они-то вообще одевают, блин. Ну че, нашел че-то? Пока из всего ценного я наткнулся только на клад, зарытый котами. Да убери от меня это. О, нашел. Че там, часы, цепка? Нет, пять коп. Слышь, Цезарь, засунь себе эти пять коп, знаешь куда? Да успокойся, мы уже нащупали золотую жилу. Ищи. Нашел, Цезарь, я нашел кошелек. Блин, братан, красава, красава. Тебе надо было в детстве мечтать стать не боксером, а археологом. Открывай! Бизнесмен, говоришь? Братан, да я никогда не видел пьяного мента в костюме и в песочнице. Походу, вчера день милиции был. Я про это место знаю только одно костыль. Валить надо из этого места. Что ты туда и постоянно? Позвоночник тебе там давит и зубы жмут. Опа, ствол. Да? Ты че? Это не мой. А то я не знаю, блин, откуда ствол взялся. Здесь. Давай вспоминай давай, может мы мокрушниками вчера стали. А, короче, мы вчера с тобой нажрались, потом подрались, а потом нас в ментовку забрали. А потом не помню вообще. Короче, это либо ад, либо очень креативная тюрьма. Блин! Капец, блин, вообще! Не торба будет! Меня матушка попросила убрать в комнате. Капец, у тебя проблемы, костыль. Ты матушку мой не знаешь, она порвет меня, блин. Блин, Тайсон, че теперь делать, а? Так это, давай в ментовку отнесем. Да, давай сразу себе на нары отнесем. А вдруг кто-то этого мента по голове жахнул? На кого думаешь, подумаешь. Так если отдать нельзя, че мы тупим тогда? Давай по базару ходить и бабки с торгашей сбивать. Прикинь, ты две секунды ксиву в руках ментовскую подержал, уже коррупционером стал. А че такого? Схема отработанная? Отработанная. Ты себя в зеркало видел? Верблюд из зоопарка больше на мента похож, чем ты. А ну, хулиганье! Пошли вон отсюда! Нашли себе место! Спокойно, бабуля! Работает уголовный розыск! У нас тут типа это, расследование! Да, старушенцы! Канай отсюда не препятству работе органов! Давай-давай! Ну вот видишь, а говоришь, на мента не похож! Да с ее зрением она и кота за полковника СБУ примет! Давай закопаем эту ксиву от греха подальше! Кидай! Слышишь, дрон? Вы походу ствол у ментов забрали, а потом с боем из участка вырвались! О, блин! И патронов нет! Видать, отстреливались! А не помним мы ни хрена! Потому что раз в перестрелке контузило! Точнее, все совпадает! Совпадает! Мальчики! Да! А может, вы меня все-таки раскуете? Я тебе не кувал никуда! Ты кто такая вообще? Ну, здрасте! Привет! Че привет? Алло! Че тут было вчера? Так а вы че, ничего не помните, что ли? Нет, ну, мы... Ну... Нет! Ну, он за мной ухаживал! О, блин! Нормально была! Ну, че мы с тобой, походу, потом переспали? Да не! Переспала я с ним! Ну, ты меня еще на голубятник к жердочке приковал, чтобы я не выбралась! Так, а ну-ка, давай! Колись! Че тут вчера было? Чей-то пистолет? И как ты выбралась из голубятни? Ну, папин пистолет! Че, а он его искал! А кто у нас папа? Милиционер! Так вы же вчера вместе на дачу с ним приехали! Еще какой-то праздник отмечали! Мама блинов напекла! Ну, а потом он собрался и куда-то уехал! Сказал, что-то потерял! Ну, все, мы это... Пойдем? Скоро будем! Надо... Убрать в комнате надо! Да! Э, а вам что, неинтересно? Как я из голубятни выбралась? Очень, очень интересно! Очень! Эй, стоять! Вы же обещали Мусика покормить! А то папа обидится! А! Не, ну, папа, если обидится, конечно, че ж обижать-то папу? Покормим мы твоего Мусика! Вообще не вопрос! Да! И че здесь делаем? А, сука! Не обижайтесь на него! Это мой брат-дебил! Ему арбуз на голову в три года упал! Так он полным дебилом стал! И это, как его... Я его привел в пасочек полепить и песочком поиграться! Играйся песком, дебил! Дебил, говоришь? Полный, полный! А, да, сочувствую! Я тут кошелек вчера потерял! Сука! Не находили... Он дебил! Не обращайте на него внимания! Мы кошелек никакой не находили! Нашли пять коп! Могу вернуть государству! Жаль! Ксива там была! Вернул бы за хорошее вознаграждение! Нашел! Чисто случайно нашел! Вот вам ваш кошелек, Николай Степанович! Стоп! Откуда ты знаешь, как меня зовут? Да я ж говорил, он полный дебил! Ему арбуз упал, и он экстрасенсом стал! Вообще, он даже дождь предсказывает! Стоп! Стоп! А где пятьсот гривен? Товарищ мусор! Ой, и там милиционер! Я вообще не понимаю, о чем вы говорите! Какие деньги? Так, короче, молодые люди, пройдемте-ка за вознаграждением! Тут недалеко! Колонну подвое! Шагом марш! Ну, товарищ милиционер! Давай, шевели булками, дебил! Хренасия Мусик! Да Годзилла по сравнению с ним Пекинес! Хрен там, дитё Пекинеса! Стопе! Дрон, я вспомнил! Чё? Я вспомнил всё! Ну-ну! Короче, мы вчера сидели на детской площадке, бухали! Ну? О, так пришел, короче, тип и в песочнице уснул! Ну-ну, и чё? Так мы его это разбудили и в морды ему надавали! А, ну это как обычно! Ну да! Да, ну дальше, дальше! Так это взбодрило его, потом он нам навалял! А потом мы выпили за его новое звание, и он нас себе на дачу пригласил! Ну, ну это многое объясняет, Костыль! Да? Я единственное не пойму, а чё на тебе-то Ливчик был? Это ж я вроде с его этой дочкой! Так мне тоже это непонятно! Вот! Я помню только это, блины были вкусные! Мама блинов нажарила! Мама блинов нажарила! Жарила, 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 жарила! Жарила, жарила, жарила! Чё ты тебя все время на каких-то теток тянет? Блин, да не знаю, Дрон, они сами на меня западают! Всё, всё, всё! Годзилла ссыкануть метнулась! Давай, валим отсюда! Давай! Давай! Давай, чё ты тупишь, Костыль, быстрей! Опа, недолго писала, Годзилка! Тайсель, ты должен был просто тупо косить под дебила! А ты реально дебил! Так и это! Я думал, он нам вознаграждение даст! Да! Вот он нам и дал вознаграждение! Тридцать шесть часов исправительных работ и два леблянжа! Я смотрю, эта песочница притягивает нормальных пацанов! Да! И ещё делает им больно! Нам только что один мент валил по полной из-за того, что мы его документы нашли! Ментовский беспредел! Не ссыте, пацаны! Мы с Костылём ему уже отомстили! Ну, пацаны, я всегда знал, что вы за нас мазу тянете! Ну, чтоб менту накостылять! А что вы ему сделали? Я как раз забыть это пытаюсь! Опа! Это что за бонус? Блин, у тебя не штаны, а банкомат! Так это! Я угощаю! Погнали! Пойдём! Здорово! Это наш район! Мы здесь боги! Мы так не знаем! Да! Ой-ой-ой! Ах! Кому? А? А? Близь! А? Близь! А? 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 В природе все мудро продумано и устроено. Всяк должен заниматься своим делом. И в этой мудрости высшая справедливость жизни. Леонардо да Винчи. Девушка, это из соседнего столика. Что это? Уберите, пожалуйста. Если не денег на шампанское... Слышь, коза, тебе вообще никто не собирался угощать. Ты видишь, какая у нас ситуация? Блин, яблоку негде упасть. Хотели попросить, чтобы у тебя бокальчик постоял. Чешу, жалко? Скучно. Не то слово. Вообще жопа. Вот это то слово. Блин, где этот урод? Он уже час назад должен был быть здесь. Пойду лопату возьму. Нахрена? Потому что, когда он приедет, я его закопаю. Здравствуйте. Вот ваш заказ. Где ты так долго был? Я уже весь на нервах. Вали отсюда. Э, тепленькая. Ну вот, теперь можно и поговорить. Ну что, Костыль, открывай глаза, за ними сразу рот. Ага, чтоб ты мне плюнул туда, я на это третий раз не куплюсь, блин. Ну давай тогда просто глаза открывай, рот сам по себе откроется. Сюрприз! Ага, прикольно, блин, офигенный сюрприз. У тебя две телочки, а у меня, как всегда, не одной. Да ладно тебе, смотри, это Катюха, ей скоро 19. А значит, 18 уже было, соображаешь? Давай, голландствуй. Точняк, блин. Нормально. И это, Костыль. Пардон, Вавзель. Вы таки голландны. Человек, подойди. Что будут заказывать дамы? Может, сначала аперитив? Ой, это что такое? Выражаясь вашим диалектом, это бухло, короче, которое ты пьешь, и оно как апперкот сразу голову на и дает, понял? Воу, воу, погодь, я не хочу апперкот, я хочу коктейль. Так, тихо, тихо, все. Давай по сто водким всем. Но дама хотела коктейль. Это погоди, какой коктейль? Ты посмотри, сколько у нас еще пивося за столом. Ты водяру принеси, а коктейль мы сами забодяжим. Ну? Давай, давай, дирижер, иди. Ну шо, хлопчики мои родненькие, может, бабушке старенькой поможете? Э, стопэ, бабуль! Ну ты нас сначала, типа, в баньку своди, попарь, накорми, напои, спать уложи, ну как положено. Да нет у меня баньки. Может, вы заодно мне сделаете баньку? Всю жизнь в деревне без баньки прожила. Бабуль, она ж только в том году сгорела. У тебя вон и ванна есть, и мыло. А я старая. Мне что год, шо сто, все одно. Слышь, Тася, подседы. А это точно твоя бабка, а не дрона? Моя, а че? Да она хитрожопая, как будто бабка дрона. Бабуля, мы это, потом все сделаем. Ты нам сначала похавать нарисуй. Вот бабка старая, голова два уха. У меня уже и борщ до шоу печи. Ого, нормально, борщик. Борщицон! Аккуратно, горячий. Борщики. Все. Дрон, захавать бы че? Кушать хочется. А-а. Ты вон давай пива схавай. Знаешь, какой он калорийный? И вообще после шести жрать нельзя. А че, уже шесть? Слышь, Костыль, сколько там уже? Шесть? Ща, Дрон, подожди. Шесть, а... О, семь! Уже семь. Точняк, а после семи можно и пухавать. Сейчас все будет, барышня. Эй, официант, кипяточку организуй. Костыль, нельзя же пустые бутылки на стол ставить. Это че нельзя, блин? Кто тебе сказал? Нам все тут можно. Вообще, вот как мы поймем, сколько мы выпили? А так взял, посчитал, короче, и все понятно. И никто тебе лишних бутылок в счет не напишет. Ну, ваш кипяток. Благодарствую. Светка, выбирай, что будешь. Макарошки с курицей или пюрешку с говядиной? О, я, короче, это буду. Молодые люди, у нас со своей едой нельзя. Ты че? Ты где тут еду увидел? Это че, еда, по-твоему? Да чтоб твоя баба всю жизнь тебя такой едой кормила, а ты, как дурачок, в рекламе радовался. Свободен давай. Жестко ты с ним. Разбирай посуду. Давай. Ну все, Тайсон, скоро ты станешь человеком. В смысле? Ну че, Дарвин же сказал, что труд сделал из обезьяны человека. Не, мне батя говорил, что из него человека сержант Пилипенко сделал. Будешь копать? Эй, не-не-не, это ты знаешь, что гриппостное право отменили в 1861 году? Нет. Ну вот видишь, да и это, у меня аллергия на слово копать. О! Копать. Копать, копать, копать. Вот видишь, Тайсон, не надо этого делать, не надо. А что ты копаешь, а? Так это, колодец. Бабки обещал сделать. Ну так у нее ж уже есть. Так это с холодной водой, этот с горячей будет. Сейчас только до теплотрассы докопаю. Ты че творишь? Это че? Самбука. Э, курица. Вы че, вообще охренели? Это кто заказал? Ой, не переживайте, никто не заказывал. Это самбука от нашего ресторана в подарок каждой девушке, чтобы создать романтическое настроение. Гоблин, дрон. Она, короче, сотку гривосей стоит. Слышишь, короче, Холдей, давай нам поменяй эту бамбуку, короче, на две по 0,5 водяры. Там же сходится. Тогда и романтическое настроение будет, и романтический секс нарисуется. Ты что, останови ее, костыль! Быстро! Да ты че, кизяк, мам! Ты че натворил? Ты че наделал, идиот? Ты же самбуку вылил! Плакали наши две по 0,5. А ты? Ты хоть соображаешь, что ты только что бутылку водки выпила? Не комильфу как-то, блин. Слышишь, Тайсон? А? А че это у вас там пологородика не засеяно? Непорядок! Ты че? Засеяно? Я туда лучиных семок засеял, чтоб они такие уже на подсолнухе и выросли. Только че-то не взошли. Так это надо было просто навозиком удобрить. Ты че? Где ты видел семки со вкусом навоза? Я их солью посыпал? Ну че там, теплотрасса? Я Цезарь. Походу, сундук какой-то. Это клад! Это же клад, Тайсон! Это клад! А клад это... Ну че, Тайсон, а если это не клад? А что? Если это мой дед пулемет зарыл? А пулемет это... Так, Тайсон, слышь, я только одно вспомнил. На счетчем клад положено только 25 процентов. А 25 процентов это... Короче, Цезарь, есть идея. Дрон, блин, меня все-таки совесть мучает, шо мы, оставив наших дом сердца, так позорно сбежали. Ничего не позорно. Вот когда на прошлой неделе с Борщаговскими Махач был, вот тогда ты позорно сбежал. Не правда вообще. Как говорит великий китайский полководец Сунь Цзы в своем трактате искусства войны, воину не позорно отступить, когда он знает, что поражение неминуемо. А он там ничего не писал в трактате войны по поводу того, что когда воин отступает, обсираться необязательно. Короче, Дрон, хорош мне про это напоминать постоянно. Я вообще за барышей наших переживаю. Да что за них переживать, они же взрослые уже. Встречу, убью, котлов! Как говорил мой батя, кто любит самбуку, тот пусть за нее и самбучит. Здоров, пацаны. Здорово. Здорово. О, а это что за шняга? Поехали к бабушке на картошку, ее же и ограбили. Нет, Цезарь клад нашел. Да. А что тогда вы сюда его приперли? Что, поделиться решили? Да нет, в смысле да, да. Просто, ну, нашедшему положено 25% от клада. А Тайсон предложил, типа мы клад вчетвером нашли, понимаете? Ну, то есть весь клад это наш. Только что, вместе пропиваем? Да ладно, хорош трындить. Давай открывай. Давай. Клад! Так, стопэ, а как мы сейчас три пузыря на четверых делить будем? Блин, а что вы все на меня уставились? Не по той никуда, блин. Даже у разбойников есть свои законы. Марк Тулей Цицерон. Дрон. Цейш дрон. Че? Звистый кол какой. Я, короче, схему тут одну придумал. В общем, сейчас находим самое откровенное белье, блин, и подходим к телке. И говорим, типа, хотим малой подарок сделать. Во. А у вас с ней размеры похожи. Не могли бы вы, так сказать, примерить? А мы, короче, на халяву пузырим. Блин, прикольная схема, Косты. Че думаешь, сработает? Да стопудово. У меня бабуля деду на 23 февраля труселяток покупает. Схема рабочая. Чем больше я узнаю про твою семью, Костыль, тем меньше у меня вопросов к тебе. Хоть кочляк, братан. Ну, в смысле? Тайсон, зацени, какой он нам отдых намутил, а? Блин, красава, Цезарь. Ну, ясен пень, красава. Я ж до этого в сауне вообще ни разу не был. Максимум морду над вареной картошкой парил. Да отдохнем с тобой, по-царски. Сейчас девчонки подъедут. Че, реальные тёлки? Они нереальные, Тайсон, просто нереальные. Анжелина Джоли по сравнению с ними просто никто. Ну, ты красава. Ну, ясен пень, красава. Ну, только это, с тебя 400 гривен. А че 400? Там в прайсе было 150 написано. Блин, я думал, ты читать не умеешь. Че? Да не, ничего. Ну, 150 гривен, это только за эту сауну. А ещё бухло, закусть. За них кто будет платить? Шекспир, что ли? Блин, Тайсон, мы же пиво будем пить из стекла, а не из пластика, Тайсон. Да ладно? Да, это уровень. Вообще нормально. Да мы будем как цари с тобой. Реально. Слышишь, Цезарь? А? Может, пока без тёлок начнём? А то пиво сгреется. Да лучше пить горячее пиво и выглядеть, вон, галантным, чем пить холодное и вкусное. Хотя, да, ты прав. Привет, мальчики. Здорово! Это, короче, Тайсон, это мой кореш. Тайсон, знакомься, это Ауля, классная девуля, а и так Галя, но как бы без рифмы, но тоже в порядке. Здорово, тёлки. Классно здесь. Да, да, здесь вообще круто. Ну, чё, начнём нашу пати. Вам чё, митсне или, может быть, ром-кола? Мы будем ром-колку, а наши парни, наверное, митсне. В смысле? Какие парни? Вечер в хату штрихи. Я кабан, вот кореш мой морж. Знакомьтесь. Вы ж не против, что мы своих мальчиков позвали? Ну чё, охуеть? Э-э-э, Тайсон, ты чё гонишь? Это же морж. Он камейс по самбо. О, пацаны, чем богаты, тем рады. Вот, так как вот, пивас, мы вам уже открыли. Угощайтесь. Благодарочка. Уважаемый морж, присаживайтесь, Тайсон. Освободи место для моржа. Здорово. Ну чё, как бы начнём, да? О, а чё счастливый такой? Я тебя последний раз таким видел, когда тебя ножом пырнули. У тебя шрам в виде значка Зора остался. Слышь, дрон, сейчас я тебе такую покажу. Радоваться как слон будешь. Зырь какие я нашёл. С бантиком, блин. Какие-то парадные выходные. Ага. Такие возле Киа в день рождения потерял. Помнишь мультик? Вот, вот чё нам надо. А чё, чем эти отличаются? Ага. Зырь. Чё видишь? Лампочки вижу. Ну, а если такие на тёлочку одеть, чё будет видно? А-а-а. Вот. Лампочки. Блин, Цезарь, я впервые укатываю тёлочек для других пацанов. Короче, пацаны, мы сейчас в парилочку немного, а вы пивасика ещё достаньте с холодильничка, добро? Конечно, пацаны, не вопрос. Хорошие пропарки. Слышь, Тайсон, а давай ты туда зайдёшь к нему в парилку и скажешь им, что они, типа, здесь лишние. Ну, пацанам. Ты чё? Ты же говорил, что кабан, КМС по самбу. Ой, да чё там ту самбу, одни понты для приезжих. Так давай ты иди и скажи. Тем более, ты их привёл. Ну да, ты прав, план дерьмо. Слышь, у меня есть, короче, план. Давай я тебе морду набью, весь пивас допью и довольный домой пойду. Братан, ты гений! Чё, в натуре? Угу. Не знал, что тебе понравится. Стой, подожди ты со своими кулаками, смотри. Они сейчас, короче, из парилки возвращаются. Мы пацанок набухиваем и с девчонками зажигаем. Не, в натуре нормальный план. Мы их вообще на расслабоне перепьём. Не зря же мы с тобой с пятого класса тренируемся. Не с пятого, а с третьего. Слышишь, Дрон, отдавай вот эту тёлочку попросим, которая с качком стоит. Костылик, слышишь, а тебя в детстве головой об саблю не били? Я братанчик, я не помню. Но обязательно спрошу у деда, когда он из тюрьмы выйдет. О, слышишь, малая, можно вас на секундочку? Да. А как тебя зовут? Ксюша. Красивое имя. А мне кошку так зовут. Короче, тут такое дело, я хочу малой свой подарок сделать, но размер точно не помню. Ну вот фигура у неё примерно как у тебя слеплена. Ну не так красиво, конечно. Похуже чуть-чуть. Намного. Не могла бы ты примерить это. Ну давай. А что, так мы и помочь можем, если что-то? О, пацаны, а где девчонки? В парилке остались. А что это мы как лохи сидим? Да. Давайте, может, по-нормальному? А вы что, гоните, пацаны, водяру гасить в парилке? Это жёстко. Не, мы думали, вы жёсткие, а вы... Слышишь, а кто не жёсткий? Вот мы жёсткие, мы в парилке вообще спирт кипятком запиваем. Да. Ну сейчас мы нас научим, как бухать надо. А ну наливай давай. Ёмана, боюсь, мне даже не хватит слов, чтобы описать все ваши прелести. Мне, если честно, не очень. Дёшка, можете ещё померить? Я принесу сейчас. Просто очень хочется нормальный подарок хороший сделать. Ну ладно. Спасибо. Да чё, Костелидзе, сейчас мы нормуль стрип-шоу посмотрим. Банали за стрингами. Ты смеешь, я пяну, давай. Пацаны, нафига вы их так напаили? Да никто их не напаивал. Они его по рюмахе бахнули да вырубились. Ну так даже лучше. Отдохнём без посторонних глаз. Угу. Нормально. Сосиска. Барышня, вы что-то меряете? Нет, я жду, мне должны принести. Тогда освободите кабинку, потому что свободных нет. Молды, братан, давай начнём с этих, с красных, прозрачных. Ты чё, дурак, Костыль? Ты всё равно, что начинать бухать с водки, а не с пива. Конечно, давай. Слышишь, малая? А возьми вот это вот. Тебе должно понравиться. И нам тоже. Вы правы, мне нравится. Немножко маловато, но так даже ещё и красивее. А сзади, поспать, ну че, ваня? Сзади. Тайсон, братан! Да? Просыпайся, просыпайся. Сауну уже как три часа отключили. А где тёлки? Там же, где твоя мобила, кошелёк и шорты. Вы что, бомбанули? Да. Они, походу, клофелинщицы. Тебя тоже всё украли? Да не, у меня шорты из секича, а мобила старая. Кому она нужна? Но из-за того, что ты сладенько поспал, нам сауну ещё на три часа продлили. Так что с тебя пятьсот гривен. Сука, догони, убью. Блин, у неё мобила, у неё крутая. Блин, хоть тапки надену. Не понял? А это, братан, я нашёл под кроватью. Там, походу, где-то твои шорты и бабки. Точно, отвечаю тебе. Тайсон, сука, открой, я задыхаюсь. Тайсон, Тайсон, я твои шорты за батарею сунул. Тайсон, сука, тебя посадят, сука. Банчик, ты нас что тут заморозить решил? Подай кожурку до 120. Холодно? Пойдайся, да, открой. Брошайся. Пойдайся. Помнишь фильм «Люди в чёрном»? Ну? Блин, я сейчас бы всё отдал за ту штуку, которая память стирает. Так есть у меня эта штука. Даже две штуки. 0,5 и 0,7. Ой, прикольно, братан. Два человека, два прибора. Это же этот знаменитый батень коньяк полторы звезды. Ну что, полторы, две с половиной уже. Месяц стоит. Блин, мне срочно надо затереть память. Плохо, блин, так. Ну, вообще. Без зерна орех ничто, а без сердца человек. Григорий Сковорода. Молодой человек. Блин, да что ж такое? Та жизнь движется по спирали. Поэтому меня постоянно охрана на входе тормозит, а? Чё надо? А, блин, а? Тайсон. Садичка за испуг. Кручь, дрон. Тихо, блин. Ну, Фея, мы приперлись сюда. Потому что у нас здесь стратегическая цель. Он, она. Лошара обыкновенный. Из библиотеки он никуда не денется. Поэтому сегодня у Шархана и у его верного товарища Шакала Табаки есть шанс поймать человеческого лягушонка. А чё я Табаки? Чё я Табаки? Я не хочу быть Табаки. Я хочу быть Акеллой. Акеллой нельзя. Акелла промахнулся. А нам с тобой промахиваться вообще не вариант. Ну, опять чё ты кипишуешь, блин? Табаки – это тот же волк. Только шакал. Офигеть. Ну, чё, короче, я вам доказал, что я лучше вашего охранника? Доказал, доказал. Эй, эй, эй! Ты полегче, полегче там, я прошу тебя. И чё? Ну, берём мы тебя на его место. Нормально. Вставай давай, лысый. Ай-яй-яй-яй. Пётр, Пётр Степанович. А что, что Пётр Степанович? Пётр Степанович, ну, ну, а почему он? Ну, вот он почему? Он тупой. Кто тупой? Ну, вот, вот знаешь, и хорошо, что он тупой. Значит, работой будет заниматься, а не кроссворды разгадывать. Понял. Ты любишь кроссворды? Чё люблю. Видишь, он даже не знает, что это. Вы приняты. Спасибо. Пожалуйста. Иди отсюда. Иди, говорю, лысый, отсюда. Вот так я и стал охранником. Да, круто. Ну? И без всяких этих резюме-шмезюме. Ща, подожди. Куда? Всё, надо же успокойся. Успокойся. Эй, извините, пожалуйста, мы больше не будем. Дети, работайте. Блин. Ты чё творишь, блин, дебил? Может, я тоже работать хочу? Блин, какой здоровый продавец, а? Кто у вас тут ещё есть? Мясники. Дальше. Грузчики. Чёрт, не магазин, а какой-то фонтан с ВДВ-шниками. Костыль. Костыль. Ты балишься. Чё? Я говорю, ты балишься, прекрати палиться. Понял. Шо, не наше время, но оно обязательно придёт. Блин, промахнулся. Борис, а вы почему не работаете? По залу, шляетесь. Ничего не шляюсь. Я работаю. Вы видите, какой тип подозрительный. Я его пасу, чтоб не украл ничего. А, молодец. Молодец, работай. А, блин, а? Фух. Ты это, когда подходишь, Тессин, ты кричи, а? Чё кричать? Это я не знаю, я иду или ура. Чё, блин, Фриц, что пек к тебе шёл и ура кричал? Я просто, когда вижу охранника, я реально нервничаю, а? А чё ты нервничаешь? Чё, блин? Стылил чего-то уже, а? Да не, ничего не трогал, нет. Это чё, блин? Чё, делать будем? Да ничего не будем делать. Делиться будем. Чё, это типа моё? Ну да. Спасибо, братан. О! Блин! Ну ладно, не переживай. Тут бутылки всегда бьются. Ничего страшного. Так это, я чё, заплатить должен, да? Ничего ты не должен. Супермаркет от одной бутылки не обеднеет. Так он и от двух не обеднеет. Так он и от трёх не обеднеет. Идём скорее в подсобку. Разведка местности дала показания, что это не читальный зал, а ботанический сад. Не понял. Такого количества ботанов в одном месте я редко когда видел. Так это отлично, братан. Давай переключаться с одной стратегической цели сразу на несколько. Это указа. Тем более, что тут пятнадцать ботанов, восемь из которых очкозавры. Супер! Тодоплан такой, короче. Сидим и ждём. Кто первый устанет грызть гранит науки, тот первый мог грызло и получит. Точняк. Вот тут есть маленькая проблемка. Какая? Сейчас продемонстрирую. Э, червь очковый. Алло. Ты во сколько домой валишь? Когда библиотека закроется. Около восьми часов. И тут так каждый. Блин, это ещё четыре часа. Ладно, запасёмся трепением. Тем более, что семками мы уже запаслись. А, точняк. Давай. Клэта, давай культурно. Тоже мы всё-таки в библиотеке. Не понял. Кулечек. Опа, ты как я погляжу, рисковый. Грызи, грызи. Панда. Блин, братуха, охранником вообще нормально быть. В магазин всегда пускают. Выходишь, не сманают. Ходишь по магазину, хаваешь, что хочешь. Будешь? Конечно, буду. Блин, круто, когда у тебя друг занимает высокую должность. Реально, привилегии те же, а геморрой только у него. А минусы какие есть? Да, есть, блин. Надо кроссворды разгадывать. На фига? Хрен его знает. Но все охранники почему-то их разгадывают. И ты разгадываешь? Ага. Я уже даже одно слово разгадал. Слышь, Цезарь, без окон, без дверей, полногорница людей. Чё это? Огурец. А дома тюрьма. Блин, я, по ходу, ни одного слова не угадал. Ром-колу будешь? Ну, а джентоник есть? Братуха, у меня все есть. Пойдем. Хорош! Зря вы сюда пришли. Очень зря. Это наша территория. Здесь наша сила. Живым тебе отсюда не выбраться. Бей его! Сильней бей! Бей! Дрон! Фузы! Дрон! Уб! Уб! Слышь! О, блин! Приснится же такое! Слышь! А что, тебе тоже сон про мистического ботана приснился? Хуже, блин. Фух. Мне приснилось, что на меня карандаш напал и убил меня. А где ботаны? Да, по ходу, проспали мы все, одни остались. Короче, костыль, валим отсюда. Таким я здесь больше не буду. Дьявольское место. Ага, брат, давай еще в церковь зайдем, по ходу. Свечку там поставим. Сышь, Тайсон, я тут подумал, я тоже охранником хочу работать. Не, ну я, конечно, могу тебе помочь там, словечко замолвить. Но охранником не каждый может быть. Не каждому дано, не каждого возьму. Для этого ж надо... Что, что, хорошо учиться, как ты? Мне это точно не надо. О, вспомнил, блат и знакомство надо. Блат и знакомство? О, так слышь, мы ж знакомы. Это, будь моим блатом. Помоги мне, короче. Я уже знаю, как даже, а! Вольно? На! Ну! Видите, видите, я лучше, чем ваш охранник. Блин, вы же сами видели, он мне чуть руку не сломал. Видел? Ну, а какие еще есть аргументы? Ну, чтоб я взял тебя на работу. Вам нужны аргументы. Вот аргумент. И вот аргумент. Он вор и кроссворды разгадывает. Да. Тайсон, вы уволены. Да, да. Как? Как? По статье. И без выходного пособия. Передайте форму нашему новому охраннику. Да не надо передавать, пусть в раздевалке оставят. А подумать только охранник и вор. Поздравляю. Пройдемте. Да, пройдемте, поговорим по поводу организации охраны. Здесь все хромает. Сезарь. Сука. Да ладно, Костыль, не расстраивайся. Ну, подумаешь, заставили тебя книгу купить в библиотеке. Ну, будет теперь у тебя дома одна книга. Брон, так нафиг мне книга, в которой полной страниц нет. Так ты и половину букв не знаешь. Статус-кво. Нигать, ты это еще легко отделался. Тайсону он вообще не повезло. А что? Я отомщу ему, встречу и наваляю. Ну, что за месть-то такая тупая? Ты и так ему каждую неделю наваливаешь. Так я ногами наваляю. Тайсон, месть должна быть изощренной. Точняк, как говорил мой батя, месть это блюдо, которое надо подавать холодное. Не, я холодное не люблю. Оно дрожит и на сопли похоже. Я и желе, поэтому не ем. А к женщинам полным ты как относишься? При чем здесь полная женщина? Присели на корточки, набросали строчки. Мы не поэты, простые типочки. Для кого-то хулигани, для кого-то шпана. И если что не нравится, скажите сюда. Это наш район, и мы здесь будем. Это наш район.